Всем привет дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис и мы возвращаемся в царство скандинавских богов и продолжаем следить за развитием событий в истории Кратоса и Атрея в игре God of War. Друзья, я думаю, что сегодня мы с вами наконец-то попадем в Йотунхейм. Задержались мы на озере Девяти, но это того стоило. Мы исследовали много здесь новых открывшихся мест, заработали много денег, опыта, выполнили несколько интересных квестов. Ну что ж, давайте покрутим колесико и посмотрим, что произойдет. Слава, Резец уже рядом, за этими вратами. Брат, сзади! О да, черт возьми, о да. Это сладкое чувство победы. Это брутальное добивание. Ой, безумная игра, боже мой. Слушайте, вот так вот сразу начался, ну с мини-босса, так скажем, да, когда-то это. Горилла была боссом у нас. Ну это не совсем горилла, это Огр. Да, вспомнил, это у нас Огр. А тролли у нас как раз таки с такими здоровыми штуками, да, в руках, с толпами. Разные огненные были, ледяные, морозные. Я думаю, что еще будут какие-нибудь. Так, хорошо, покрутили колесико, можем ехать дальше. Неплохо мы их уговорили всех. Ну Кратос уже немножко прокачанный, да, такой сильный стал. Этого Огра довольно быстро мы с вами завалили. Что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был несомненно лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном. Но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Митгорду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Заинтриговал. Головешка заинтриговал. Ну что ж, давайте посмотрим. Кто рубил его? О нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Так, я не знаю, попадем ли мы сегодня с вами в Йотунхейм, потому что какие-то новые земли здесь открылись. Смотри. Там лежит гигантский какой-то... Что гигантское что, не знаю. Но вот это... Пальцы. Вроде бы, да? Похоже. Сейчас причалим и посмотрим. Северный причал. Хорошо. Где враги? Ну что, начнем? А, это волки, смотри. Прикольно. Прокачал Атре еще волков немножко. Теперь они вон... Какого уровня стали. Подожди ты, чертова псина. Да дай же ты меня от тебя отвалить. Сейчас втащу, наверное. Да. Трома! Прости, я не готов. Так, хорошо. Но это, видимо, серьезные противники, но Кратос уже... Да, самый кончик. Достаточно раскачен. Очень, очень большой листца. Трома! Ну вот, ничего не вышло. Почему не вышло? Мы же можем вроде как оттащить сейчас ту штуку, да? Наверное. Или толкнусь вперед. Раз, иди, кристалл снова сияет. Повернуть можем, отлично. И пульнуть, да? Чтобы взорвать лед. Да. Здесь можно спуститься, а там, видимо, что-то забрать, да? Давайте заберем. Вот это вот, кстати, сталь мне нужна для улучшения. По-любому полезу сейчас внизу. Ну ладно, завалим. Но эту дверь же мы не можем открыть пока еще, да? Пока не можем. Попробуем на всякий случай, мало ли вдруг. В этот раз она откроется. Ну да. Конечно. А сейчас, получается, здесь будут вот эти оборотни, да? Частенько попадаться. Тихо. Че-то как-то резко. Наверху что-то есть. Да и внизу что-то есть. Например, наручи. На силу рун. А ну-ка посмотрим, сколько. Сила рун. 24. Нет, пока не буду менять. У меня все-таки комплект брони. Есть. Может быть, соберем? Тогда посмотрим. Потому что рунические атаки вроде бы... Крутые, да, такие у нас с вами прокачанные. Слушай, это получается рука, вроде бы кисть, да? Полезли. Наверное, сейчас будем с кем-то биться. Мы всегда с кем-то бьемся. Ой, блин, это арена. Жесть. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Это голова? Это огромная голова? Жесть. Вреди враги. Только скажи. Гон. Я готов. Не могу. Так, сколько их будет, интересно. Керума. Ольфар ловит. Осторожно. Так, хорошо. Минус раз. Керума. Еще чуть-чуть. Слези за ними. Так, а где, где, где? Не пойму. А, смотри-то, здоровяк. Жесть. Ой-ой-ой, подожди, друг. Мне надо спрятаться срочно. Вот сюда. Не, подожди, брат. Давай. Пока мне все нравится. Блин. Домашит, гад. Домашит потихонечку. Отец, берегись. Ча, мы его взорвем. Открывай. Открывай. Так, тихо-тихо-тихо. Под магни, Атреюшка. Под магни, брат. Хорошо. Как он задевает меня здесь? Не должен же, по идее. Ну, задевает, гад, да? Открывай. Осталось двое. Прости, я уже готов. Я уже готов. Он уязвил. Собо, я убил. Прости, я уже готов. Пульфу слоу. Как вы запарили чертовы головастики? Нафига вы тут нужны? Брат, мальчик. Мальчика схватили. Да я ничего сейчас сделать не могу. Я знаю, что схватили. Мальчику нужна помощь. Все, отлично. Причем тут световой кристалл Альфима? Чары. От холода. Я, кстати, вставил себе от холода 50% и от огня 50%. Может быть, поэтому сейчас эта тварь нас не пробивала так сильно. Сердце древнего. Хорошо. Нет, здоровье не нужно. И у нас фуловая ярость еще к тому же. Ой, там вижу руны, да? Грядет головоломочка. Вот еще столбик. Хорошо. Сейчас будем разбираться. Видимо, из того же сета, да? Латные браслеты мастера рун. Кстати, есть смысл потом попробовать? Все-таки руническими атаками мы пользуемся. И довольно часто. Я бы пользовался еще чаще, если бы они перезаряжались. Перезаряжались. Пошустрее. Но для этого нужно восстановление качать. Меня пока устраивает моя прокачка. Не хочу ничего менять. Я худо-бедно стал хоть как-то выживать здесь в боях. А, застывшая смола, берем. Сейчас пригодится. Где-то, наверное, можно взорвать. Вот здесь, например. Так, хорошо, освободили одну вертушку. Ладно. Здесь у нас, да. Здесь у нас кристалл вставляется. Сколько у нас еще вариантов? Вот там сверху, смотри, что-то можно было покрутить. Кстати, а ну-ка. А, вот и, собственно, кристалл, да? Вот он. Есть. Есть это хорошо. Только зачем? Ну ладно, сейчас пойдем вставим кристалл, и потом будем разбираться. Пока очевидного применения я ему не нашел, но может быть какой-то мост откроется, например. Или что-то заработает, мы что-то сможем прочитать где-то. Андрей. Дети. У меня тоже с сыном. Мы ходим на улицу по снегу погулять. Валяется, прыгает, бегает. Так, ну что? Попробуем. Угу. В прошлой серии, да, это было интересно. Ну ладно, у нас, в принципе, есть ярость. Давайте начнем. Хотя, все закончилось, да? Пыль миров. Отлично. Отлично. И рубленое серебро еще получили. Хорошо. Так, я вижу, что здесь у нас можно что-то покрутить, повертеть, а вон там что-то можно прочитать. Прочесть можешь? Слушаюсь. Странно вот это слушаюсь, мне как-то режет. Нью-Йорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Нью-Йорк усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Ага, понятно, как это работает, ясно. Так, ладно, какой-то символ поставили, сейчас будем разбираться. Да, это действительно гигантская рука. А там гигантская голова, пробитая каким-то, я не знаю. Гвоздиком маленьким. Слушайте, но он огромный. Он просто огромный. Как же круто здесь передаются вот эти вот все масштабы. Офигенно. Все, ладно. Немножко поухали-поахали, давайте дальше продолжать. Пойдем разбираться, какие символы у нас и где есть. Угу, то есть у нас будут лежачие какие-то символы, варианты, да? Так, нам нужна волна наоборот. Цифра 3 наоборот, R и пипка. Назовем ее так. Посмотрим, что у нас тут есть. Пипка есть, да? А что еще здесь есть, кроме пипки? Подожди, там два одинаковых, нет? А ну-ка посмотрим, вот сейчас не пропадет ли вот эта штука. По идее, не должна. Нет, потому что нам нужна другая. Здесь нам нужно поставить пипку. Вот она. Не знаю, друзья, не спрашивайте почему. Потому что. Потому что пипка. Все. А, хитро, да? Так, здесь у нас будет лежачая буква R, да? Ну окей, давайте попробуем там поискать остальной символ. Если нет, тогда вот это и вот это будут у нас переделаны. Да, блин, ты запарила. Штука. Да, смотри, а у нас, кстати, что-то не сходится маленько. Ну вот, нет, нам не этот символ нужен. Или этот. А, цифра 3 наоборот, все верно. Этот символ нужен. Так, там у нас сундучок, да? Хорошо. Легендарный предмет чары. Увеличение урона от всех бросков топора на 6%. Отлично, я считаю. Ведерок нет, ведерок вроде нет. Все, идем дальше. Давайте прихватим с собой, наверное, кристаллик. И пойдем туда. Вроде как здесь больше ничего нет, по-моему. А, кристаллик выронил, да? Ну ладно. Значит, он не пригодится. Я думаю. Голова Тамура. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая жесть. А вот это кровь, да, застывшая. Так, спуститься. Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Грома! Не готов! А, так вас будет много, да? Ну, ловите, пацаны, развлекайтесь. Подожди, 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 не то. Дайте мне топор, пожалуйста. Да подожди ты, дайте разобраться, кто вы такие. Я уже готов. Подожди. Еще? Ой, да ладно вам, серьезно? Я не готов. Я тоже. Так, вставай, вставай, малыш. Вставай, 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 дорогой. Да ладно, две обезьяны. Да вы шутите, что ли, серьезно? Вставай, в оставь. Вставай, вставай. Вставай! А, так мы еще под яростью были, да? Прикольно. Это Синдри, прикол. Сидел там все это время. Слушай, кайфовый бой. Кайфовый бой, офигенный вообще. Спасибо, Синдри, дружище. Сейчас мы залезем, кофеечки соберем. Что там, рага есть? Рага есть, почти полная, смотри. Опа. Давайте лопнем один камешек. Вроде трофеи все, да? Камни у нас не меняются некоторые. Я бы рагу заполнил, но нет. Сюда тоже нельзя. Ну что, пошли к Синдри. Смотри, красавчик, а здесь сидел. А мне как раз туда и надо. Я бы что-нибудь прокачал. Денег много? Что-то больше ста тысяч. Сейчас, наверное, и того больше. Это было нечто. Этот... Бой. Ну-ка, лови. Ну, а только зря потратил хорошее ямко. Как тебя не заметили. Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но... На драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был между мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Пожалуйста. Так, а есть у тебя вдруг какие-нибудь задания для нас? Нет? Давайте-ка быстренько сейчас по снаряжению пробежимся. Броня для бетер? Не-не-не. А, улучшить. Сейчас я вот эти вот все вещи сброшу. Не люблю, когда вот эти восклицательные знаки горят. Давайте посмотрим. Коготь. Могу ли я сделать коготь? Нет. Нам нужна закаленная сталь. Все, с этим мы пролетаем. Левиафан. Нет. У нас нет замерзшего пламя. Далее, далее. А все, наверное, я думаю. И вот гномья плечи я бы увеличил, да? Мы получим еще одно гнездо для чар и сможем что-нибудь туда запихнуть. Давайте так и сделаем. Чапоника. И, по-моему, броня для рук, да? Вроде бы тоже на разок мы можем улучшить. Хорошо. И все. И эта броня у нас улучшена полностью. Нагрудная броня у меня тоже улучшена. Да. Полностью. До максимума. Что-нибудь продать можем? Ресурсы. Нет чары. Нет, пока не хочу. Вот это я пособираю. Хочу посмотреть, что за бронька получится. И, блин, блин. Купить, купить, купить. Камень воскрешения. Черт бы его побрал. Камень воскрешения. Хожу, как будто бы голый. Знаете ли. Так, хорошо. С этим разобрались. Дальше что у нас по списку? Чары. Ну-ка, что за чары у тебя есть? Да, блин, чары тут тоже так не купить. По-хитрому. То есть взял и купил. Не, нифига. Так не работает. А мы можем, кстати, создать какую-нибудь рукоятку для топора интересную. Нет, наверное, не можем. А улучшить можем? Рукоятка для топора. А у нас улучшена, по-моему, на максимум. Да, и значит, мы, скорее всего, не можем улучшить свою. Ну и все, наверное, я думаю. Хорош. Есть еще разговор? Нет. Разговор больше нет. А вот зайти сейчас в броню и добавить в гнездышко что-нибудь. А, подожди, сюда нельзя. А где у нас тогда? А, так у нас нигде не открылось. Мы просто увеличили и увеличили, да? Получили, как говорится, свое. Статы получили, да? Гнезд дополнительных у нас нет. Ну и хорошо. Ну-ка, а броню Атрею можно прокачать? Нагрудная где? Коготь, Колчан. Нет, подожди, Атрею можно только купить. Все. Все, закончили с этим. Когда будете на троге, закрывайте друг друга. Я не хочу лезть от постоянных покупателей. А он засветится еще раз, интересно. Нет, ну что-то мы определенно сделали, да? Пошатнули тут какую-то штуку. Ну, наверняка не стал бомбить стоять. Верно. Но как идти дальше? Короче, нужно что-то сделать с этой косой. Я в этом почти уверен. Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. А сюда мы не спустимся, да? А куда мы спустимся? Спустимся. Блин, интересное местечко. Определенно. Что-то нужно сделать с этой косой, только... Вариантов взаимодействия у нас не очень много. А, вот, смотри. О, точнее. Не, подожди, малыш. Сейчас мы... И ты ни разу не попал, добыть такого не может. Почему? О. Осторожно, здесь же моя мастерская. Да все нормально, друг, расслабься. Смотрите, волосы какие, да? Там прям канаты. Корабельные. Жесть. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до лесца? Нет. Я еще угадаю. Че-то стали по многу выпускать этих горилл против меня. О да. О да. Подожди. А, я знаю, этот финн. Потому что сбок пятится, а потом всечет мне. Как будто бы не мне, но всеканет мне. Смотри, какой хитрый гусь. Развлекись-ка, парень. С волками пока. Стройте, охраняй. Стройте, охраняй. Почти готов. Стройте, охраняй. А если по ногам швырнуть? Не работает, да? Стройте, охраняй. Стройте, охраняй. Прости, я не готова. Да все нормально. Не паримся особо. Без тебя. Без тебя. Да блин, как ты запарил. Ты индюк, ты поганый. Почему все время по столько противников выпускают? Нафига это надо? Это уже реально не смешно. Ну, уроды. Он сам по себе противник непростой. Нет, надо обязательно выпустить вязанку против тебя. А где Атрей? Молодец. 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 Я не готов. Я готов. Тебя всего-то надо было поймать. Что скажешь? За задницу и все. Хадун, бродун, блин. Че подкрадывается спинкой ко мне? И он на что-то хочет. Не продолжаем эту шутку, друзья, не будем. Раньше. Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участие в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Вот здесь вот помечено вроде бы таким рисуночком. Да, и там есть сундук. Определенно мы туда можем залезть. А как вот, допустим, не двигать его так далеко? Ага. А, подожди. Блин, пока непонятно. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Кажется, разобрался. Мне кажется, вот под таким углом нужно попробовать запрыгнуть и спрыгнуть. Да блин. И спрыгнуть туда. Залезть повыше и сигануть на сторону. Скорее всего так. Других особенных вариантов я тут не вижу. Что-то, да-да-да, все верно. Что-то, короче, тут я немножко это, покумекал. Потому что эта штука крутится, да? Причем крутится по кругу. Я подумал, может как-то это, там, перелезть на ту сторону нужно. А, благословение зимы, сильная руническая атака. Сразу посмотрим, что это. А, ну то есть мы бафаем топор, да, на какое-то время. Понятно. Ну, не знаю. Может в совокупности с вертушкой это что-то даст? Ладно, давайте продолжать. А, давайте мы еще сейчас один сундучок. Я заметил, пока тут копошился. Сейчас мы еще один сундучок с вами вскроем. Он находится как раз таки сзади. Почему Кратос просто не может перепрыгнуть с этой штуковины? Смотрите, какое расстояние преодолевает. Да, почему туда просто вот так вот нельзя сделать? Ну, потому что. Потому что здесь так, так должно быть так задумано. Блин, прикольная головоломочка такая. Как бы вполне очевидная, когда ее решишь. Ну, как-то вот я тут пару-тройку минуточек провел в размышлениях. Как мне повернуть этот меч по-правильному и как поставить камень. Так, а мы куда? Мы вниз, да? Походу, дело. А совсем вниз нельзя? Наверное, нет. Хотя, как нельзя? Скорее всего, нам туда и надо. Или куда нам надо? Там либо змей храпит, либо какая-то очередная тварь. Рчит, храпит. И что, собственно? И ничего, да? Значит, нам куда-то на ту сторону надо лезть. Каким-то образом так, чтобы сосульки, наверное, все миновать. А, вот, все, хорошо. Есть контакт. Еще кристалл. Дай знак. Что теперь? Теперь. Теперь эту штуку надо как-то, наверное... Вот этой ледяной колонне, да, ее качнуть или что-то подобное. Ну, похоже на то, да. Сейчас будем думать. Будем думать, будем решать. Ледышки тоже так просто не пробить. А может, мы можем отколупать там кусочек себе? Нет? Нет, не можем. А, вот Е. Что будет? И она успокаивается, да? Понятно. Окей, я понял. Почти вышла. Да ладно? Вот это колечко, я понимаю. Это класс. Да уж. И правда, к чему нам таится? Надо освободить второй ремень. Да? Так, а что мы можем сделать еще с этой штукой? Наверное, все сделали, что могли, да? По ощущениям похоже на то. Надо освободить второй ремень. А второй ремень у нас где-то на той стороне, да? Секунду, подожди. Мы дальше не пойдем, не этой дорогой, да? Мы же здесь нигде не можем спуститься и пройти. Нет, может быть, мы можем где-то здесь? Какой-то лаз, проход, проезд. Что это такое? А если еще раз? Может, что-нибудь освободить, какой-то проход? Нет, вроде нет. А, смотри. А я хотел было, блин, назад пойти. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыть толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное... А-а-а, я понял. Хорошо. Ты молочина. Подожди, а можно же было еще выше, да, наверное, залезть? Давайте попробуем. Он же был какой-то вариант. Вот там кристаллик у нас, да? Блин, а как бы его это? А Трей может со спины стрелять? Давайте попробуем. Нет, не может. Но, скорее всего, это конечное. Туда вот мы с вами... Да, тут любое действие, и он сразу вылезает вот сюда. И что? А, вот что. Хорошо. Развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте. Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу. Если у тебя есть другая, то я слушаю. Ну, правильно ответил, как бы. Если у тебя есть другая идея, давай выкладывай. А что критиковать-то? Говорится, критикуешь, предлагай, да? Вот здесь как бы резонно он его немножко... Держись. Осек, так скажем. Какие вы все пессимисты? Успокойтесь. Батя знает, что делает. Сейчас все будет, я думаю. Сейчас, скорее всего, будем биться, друзья. К бабке не ходи. А вот и на обедреннике, да, пожаловали. Да, на силу рун. Хорошо, мы потом потестим. Я потом за кадром попробую разобраться с этой бронькой. Может, улучшить ее? О нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Сын, сюда. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима. Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Так, ладно, дай попробуем. Пока действую как-то по аналогии. Снежинка, солнышко это весна, цветочек это лето и... Вот здесь, по идее, листочек это осень. Попробуй. Ветур. Сумар. Вар. Хауст. Неа, неправильно. Неправильно? А что тогда здесь не так? Ну может быть... Да черт его знает, зима, весна. Давайте методом тыка, я не знаю. Давайте поменяем вот эти два. Сюда поставим. А, смотри. Тут листочка нет. Тут только так. А здесь как? Подожди. Ну, тогда, возможно, вот так. Попробуй. Ветур. Хауст. Вар. Сумар. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Да, черт его знает. Слушай, ну блин, ну что солнце значит? Либо осень, либо весна. Ну пускай это будет лето, черт с ним. Давайте как будто бы летом не растут растения, да, а будут... А, тогда вот сюда нужен листочек, а вот сюда... Ну, только такой вариант, но, блин, это не логичный вариант, нифига, ну ладно. Напиши. Ветур. Вар. Сумар. Хауст. Не вышло. Но в маминой песне было так. Ой, как это задолбало фигня, короче. Честное слово, что надо тебе, игра? Просто рандомно поставить картинки? Ну давайте рандомно поставим картинки. Может быть... Тут надо наоборот поставить, я не знаю. Давайте вот тут зиму поставим. Здесь... Вот так, вот здесь, например. Нет, здесь тогда... Нет, все правильно, да, все правильно. Может тут читать надо с другой стороны, я не знаю. Давай. Хауст. Сумар. Вар. Ветур. Да. Короче, справа налево она работает. Офигеть. То слово. Фола. Значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Офигеть, слушайте, вот это да. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Осторожно! Походи! Готовь! Осторожно, сзади! Готовь! Грома! Еще чуть-чуть. Я поднимаю! За половину пусто! Я готов! Чисто! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Ну тут еще много этих гробниц, смотрите, да? Приготовь! Да ты запарил, ты индюк проклятый, на! Пожарим! 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 ПОДПИШИСЬ! ФОЛО! 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 Опять, да? Только… нет! Подожди! Снова! Молодец! Хватит, я готов. Отец, я готов. Бегись, отец! Бегись, отец! Убивающей энергии почти не осталось. Труба! Лети за ними! Мы почти на вершине! Давай, отречивай, давай, давай, дружище! Дико напряженный момент, друзья. Нереально. Он там, смотри, герои. Отец! Чаша упала! Все рушится! Так, что делать? Прыгать куда-то нет? А, блин, что делать-то? А, вот, смотри, стреляй! Прыгай! Прыгай! Молодец. Спасибо! Я сыну. Да пошутил я, старый девочек. Так, подожди, а здесь мы все или не все? Все или не все? А здесь вроде особо и некуда больше пойти. Хорошо. Ну, вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил! Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Я держу. Так ткнул пальцем ему туда. Пустой глаз. Резец! Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это голова. Помню каждый миг. Так, а можно вот сюда? Ну, по идее же есть меточка, да? Да. Хорошо. Там ничего больше не было. Вроде бы нет. Вниз. Нет, нельзя. Не, подожди. Я не сюда. Я хочу вот пониже спуститься. Что с тобой такое? Чую, гнома. Какие-то это, да? Слушай, голоса там разбойники или кто? Что с тобой? так хорошо а зачем нам сюда вроде больше ничего нет да чисто может быть кристаллик подобрать это они были с бальдром племянники да магни и моди сыновья тора мама говорила что ас и худшие из богов а тор худший из асов небось и отец плохой они уже не дети им нет оправданий они его не найдут это получается те два кента которые были с бальдером на вершине когда с ними сми миром мы первый раз увиделись да как это назревает сейчас конфликт мне кажется да большой обеденный зал весь мидгард завидовал странно я помню что тут был огромный канделябра оживлял обстановку вижу зундучок а вот смотри канделябр ада тебе всегда нужно что-нибудь сломать забавная головоломочка как будто бы трон ярла был как раз за этой ледяной стеной суши смотри какой мужик там застрял ох ты блин ох ты блин ну конечно будут дополнительные конечно куда же без вас всех твари поганые а так так он а 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 Ты его сделал. А здоровье практически, да смотри, не потратили. Рунный призыв, стадо кабанов, а ну-ка. Стадо кабанов, прикольно, смотри. Ну пока волки, мне кажется, это лучшее. Хотя смотри, здесь восстановление 58 секунд, друзья, это очень круто. Но волки самонаводящиеся. В этом плане, конечно, волки маст хэв. Запустил и ничего не делай. Так, а куда нам? Давайте бросим вот сюда, например. А, нет, нам, наверное, вон туда. Хотя вот сюда же как-то можно забраться, да, смотрите. А ну-ка. Не работает. Ни то, ни другое, ни третье. Может быть вот сюда? А, вон, смотри, там кто-то застрял во льдах. Давайте попробуем туда швырнуть. Застряли во льдах, блин. Пульс ухл. Осторожней! Осторожней! Да шесть, дай ударить хоть раз. Да где ты там, не вижу тебя. Ай, ты как угадал, а? Собака. Ты что, главный что ли, я не пойму? Блин, матерые черти, смотри как потрепали знатно. Благо камешки здоровья тут есть. Так, пройти здесь можно, да? А, вот еще одна. Давайте еще одну вскроем. А там какой-то матерый чел сидит, да? Почти готов. Пойдем за ними! А где кто? Что-то экшон в этой серии так и прет, вообще безумно. Хорошо, да? Лучше. В итоге дальше что он? Сколько мы будем скрывать эти дырки? Что делать-то дальше? Вот сюда можно пройти, наконец-то. Да блин. А вот там есть сундук. Там есть сундук. И там есть сундук, смотри. Неужели мы туда с вами никак не это, не сможем попасть? А ну давайте попробуем кое-что сделать. А вот там есть ведерко. Ну, наверное, мы пройдем там. Давайте, ладно. Я думаю, что туда должна привезти дорога. Интересно. Так, знаете-ка что? Надо было кристаллик снизу взять. Не знаю, можно с ним... А, с ними же нельзя лазить. Но его можно снизу бросить. Вот. Вот. Вот это нужно сделать было. Экзай, нам к тебе не нужно, наверное. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Я не знаю, что это будет. Скорее, брат Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили Ну вот и... Сын Сдавайся Этого требует все, отец Нет Хорошо Я сам разберусь, сын Иди И далеко ли ты собрался? О нет, брат У этого уродца есть лук Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать Иди сюда Попал, да? Иди сюда Так, где там еще один? Не вижу! Встань за мной, сын! Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю, блин! Иди сюда, выродок! Хватит за папкины штаны цепляться! Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Выйдешь, щелчонки, ведь еле держат лук! Сказал, заткнись! Успокойся, сын! Надо повторить ему урок! О, я мурак! Я мурак! Я мурак! Я мурак! Вставай, 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 от речи! Вставай, дорогой! Я мурак! Когочка, ты не дай, слабый! Я не знаю, что ты! Я займусь! Когочка не уйдет, сгорай, тут судя оттаскает тебя с собой! Жалко издрениться! Заткнись! Перестань, соберись! Ах ты гад, а? Я займусь... Эй, Мимир! Не думай, что мы о тебе сомнём! Не трогай его! Привожишь? Хочешь, чтобы... Мальчику нужно пом... Вставай, сыр! Держись, давай! Брат, мальчик ранен! Вставай! Нет! Нет! Опа! Директ! Держи тебя! Опа! Эй, жесть! Сейчас убьют. Подбери, подбери, подбери! Нет! Очень слабое! Готовы, брат! Твоя бабаша такая страшная. Ножа тебе порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить. Не смей так говорить о мамочке. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Идиоты! Сыны Тора уничтожили вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Сейчас по пляжу. Я тут урод! Молодец! Молодец, ко мне! Прекрати! Сын, соберись! Бери! Бери! Сын! Сын! Извините! Извините! Бери, бери! Такая муру她, здесь не истинома. Сарфики! Вже иду! Не повезло! Посмотрим, как... Молодец! 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 Ужать! Молодец! Молодец! да ладно серьезно да ладно блин да жесть на последнем миллиметре убили мое ха 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 бери да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...